Привет, мои прекрасные друзья! Рада, что заглянули на канал. Сегодня речь пойдет о парфюмерии, достаточно бюджетной, доступной, которую можно везде легко найти, потестировать и приобрести, пользоваться в удовольствии. Всего будет три аромата. И начну я с самого, наверное, недорогого представителя в этой линейке. Я его заказала на Валбрисе, при этом я его ранее тестировала в подружке. Он мне безумно понравился. Я думаю, господи боже мой, он мне однозначно нужен, будет напоминать о лете, который, конечно, было не очень, но, тем не менее, отголоски все же лета хотелось бы ощущать. И еще немаловажную роль сыграла и упаковка, и флакончик, в общем, все в этом роде. Вот такой я странный человек. Этот аромат у нас фужерный и представляет его бренд Кристин Лавузьер или Кристиан Лавузьер. В общем, не знаю, странное, конечно, произношение. Не могу я никак это выговорить. В общем, CL, и называется он Memory Slab Ocean Bliss. Это фужерный аромат, такая достаточно минималистичная коробка, незамысловатая. И сам аромат выглядит таким образом. Красивая такая вода цвета морской воды, вода цвета морской воды. Волны. Вода цвета морской волны, очень красивый, такой бирюзовый. Тоже достаточно неплохое оформление. Крышка плотно сидит. Классно он распыляет, достаточно тонко. Ох, какой он! И этот аромат у нас идет фужерный. Фужерный, знаете, что пишет тут производитель, сочетает в себе сладость тропических фруктов, свежесть соленого бриза и глубину океана. Аромат будет возвращать на побережье и дарить обладательнице эмоции счастья и райского наслаждения. Здесь в нотах у нас, значит, грейпфрут, шампанское, жасмин, малина, сухая древесина и мускус. Когда я его тестировала, он мне показался просто какой-то дичайший, приятно, свежий такой, немножко сладковатый. Прям все, как я люблю. Аромат мне нравится, но прикол в том, что он мне пахнет елкой, реально пахнет елкой. Как бы я его ни наносила, я, конечно, буду его и зимой обязательно наносить, тестировать и смотреть. Пахнет елкой окружающей, но вот сестра мне сказала, что пахнет вкусно, сладко, чем пахнет. Я ей до сих пор не сказала, но вот сейчас она мне точно его увидит, придет, потестирует и посмотрим, понравится он ей вживую или нет. Как он будет еще на ней тоже открываться. Но вот на мне он реально пахнет елкой. Даже не больше, сколько он напоминает о лете, а больше уже о том, что скоро приближается Новый год. В общем, какая-то такая интересная происходит ситуация с этим ароматом. Но он классный, не отталкивает, буду пользоваться им с удовольствием вообще на каждый день, когда нужно чем-то надушиться. И вот, собственно, будет он мне, ну, во-первых, и не я одна буду, и дочка тоже будет пользоваться. В общем, вот так. Классный аромат, приятный глазу, пополнил мою такую коллекцию зелененькую. Может быть, ставлю фотографию, как у меня тут все на столике стоит. Значит, мои прекрасные зеленые элементы. Дальше, дальше, дальше. И, кстати, аромат 100 миллилитров. В общем, обливайся, не хочу. И цена была 700 рублей на Валборисе. Можно за 600 с небольшим в золотом яблоке найти. Ну, в общем, по ценнику, конечно, до 900 рублей он везде прыгает. Но, тем не менее, стоит на него обратить внимание. Следующий парфюм, который появился в моей коллекции, идем по нарастающей, он уже был, если этот у меня там 700 рублей, а нет, кстати, этот даже обошелся мне еще меньше по ценнику, 600 с небольшим, но тоже в районе 700 рублей. Тоже объем будет 100 миллилитров. И этот аромат у нас от бренда Алан Брай. Тоже достаточно такой популярный. 100 миллилитров парфюмированный. И называется он Приве Амальта. Прекрасный, как утренняя звезда. Аромат Амальта создан, чтобы обольщать своей нежной невинностью, за которой, как за тончайшей вуалью, таится глубокая чувственность. Очень красиво, кстати, написано. Пирамида аромата напоминает завтрак в розовом саду ранним утром. Искристые нотки цитрусового лимонада, черной смородины и засахаренных фруктов кружатся в беззаботном хороводе с болгарской розой, фрезией и жасмином. Ноты сливочного мускуса, кедровой древесины и сухой амбр в базе придают невыразимую чувственность всей композиции. Такой совершенно потрясающий аромат фруктово-цветочный. Но здесь есть такие потайные воды, о которых я сейчас расскажу. Во-первых, его нужно открыть. Открываю вместе с вами. Я, кстати, люблю хранить коробки. Не выбрасываю до последнего, пока водичка не закончится. И, ах, я уже чувствую, как он благоухает. Вот такой прекрасный розовый флакон на контрасте. Здесь у нас такой красивый бирюзовый, а здесь розовый. Они совершенно разные. Это тоже, несмотря на то, что он фруктово-цветочный, композиция совершенно другая. Также красивый и минималистичный флакон. Не может не радовать. Также он 100 миллилитров. Крышка, которая тоже достаточно плотно закрывается. И фишка этого аромата в том, что он похож на мой любимый Зарко парфюм 090. В общем, розовая молекула. Прямо один в один. То есть, этот аромат вдохновлен именно Зарко. Вот этой вот розовой молекулой. Я обожаю вообще просто этот аромат. Когда-нибудь, может быть, он у меня появится в оригинале. Но пока буду пользоваться этими и наслаждаться. Они даже неплохие по стойкости. И вот это вот именно, не знаю, перчинка и шампанское делают такую свою интересную игру, которая меня привлекает. Ой, не могу. Я просто обожаю вообще. У кого есть вот эта розовая молекула, те меня поймут. Аромат очень необычный. Такой немножко колючий, гиршистый, немножко ядрененький. И по-разному звучит он также в разные периоды времени. То есть, в сезон по-разному он открывается. Когда-то он послаще. Когда-то он становится чуть более колючий. В общем, я вообще прям балдею от этого аромата. Муж мой, конечно, не оценит. Он начнет жутко чихать, потому что он достаточно чувствительный человек. Но мне очень нравится. И у многих этот аромат ассоциируется со мной. Вообще розовая молекула. И вот я ее ловлю в разных интерпретациях. И, возможно, доловлюсь все же до оригинальной версии когда-нибудь. И так, в общем, Alan Bray Amalto and розовая молекула Zarco Parfum. Классная водичка. Это также идет парфюмированный концентрат 100 мл. Буду просто обливаться в кайф. Вообще по ценнику он идет в среднем 1200-1300. Но у нас была скидка 50%. И поэтому было просто грех не взять себе в коллекцию этот аромат. И тоже пользоваться, обливаться с ног до головы. Два вот этих аромата. Это наше российское производство, судя по описанию. Никаких тут не Emada in France и прочее. Испания. И, в общем, нет. Это все наше российское. А вот следующая водичка, которая появилась в моей коллекции. Очень давно ее хотела. Она меня, конечно, привлекала своим и оформлением, и, естественно, во-первых, ароматом. Потом уже оформлением. И это Dillis. Dillis это белорусское идет производство. Белорусская парфюмерия. Такая типа, как называть, не нишевая линейка, а... Нет, все правильно. Нишевая коллекция. Да, так у них написано. Это у меня номер 3. Номер 3. И что говорит производитель нам об этом аромате? Он у меня еще тоже запечатан. Я его еще не вскрывала. Тоже буду делать это вместе с вами. Итак, значит, празднуйте каждый день своей жизни вместе с восхитительным ароматом Pink Pepper. Сладкие пряные обертона орхидеи мягко сливаются с нотами черной бузины, изысканного абрикоса и сухого шампанского. Пряно-ванильный аромат черного дерева добавляет парфюму глубины и многогранности. А махагоне в сочетании со взбитыми сливками сладковато-терпкий акцент. Когда кажется, что ничем удивить уже нельзя, в финальном аккорде звучат ноты древесного сладко-пряного сандала. Сливаясь воедино, парфюмерные оттенки позволяют воплотить образец целого мира в одном флаконе. Тоже красивое описание, фруктово-цветочный аромат, значит, шампанское, абрикосы, черная бузина, орхидея, взбитые сливки, черное дерево, махагоний и сандал. В общем, такая прекрасная композиция. Ну и давайте откроем этот чудесный флакончик. Тоже он все везде запакован со всех сторон. Ну, классное вообще прям оформление потрясающее. Ну, давайте как-нибудь откроем. Даже не хочется, конечно, нарушать целостность. Оп, готово. Так. И посмотрите, как это чудесно оформлено. Боже, мой глаз не может нарадоваться этой красоте. Ну, скажите же, классно, да? Молодцы, конечно, белорусы, продумали так все стильно. И крышечка идет здесь деревянная. Красавчик мой. 50 мл. Тоже идет парфюмированный. Здесь уже такая нежно-розовая водичка. Плотная крышечка. Супер. Ну, и фишка этого аромата в том, что это тоже идет аромат, который вдохновлен сарко-парфюм розовой молекулой. Ну, ничего я не могу с собой поделать. Тоже это моя такая давняя хотелочка. Приобрести вот эту вот водичку в оформлении совершенно потрясающим. И сейчас у меня целых 150 мл розовой молекулы. Пользуюсь, а не хочу, как говорится. Ой, просто невероятно. Мне нравится и та, и другая версия, как они обыграны. Главное, что вот эта общая такая составляющая напоминает мне розовую молекулу. Хотя по описанию, по композициям это абсолютно как будто бы разные идут. То есть даже тут из схожих, наверное, только шампанское присутствует. С Алан Брай. С вот этой вот водичкой Амальта. В общем, да. На таком пьедестальчике будет стоять. Прям буду хранить в коробочке, потому что мне безумно нравится вот эта вот упаковка. Так это все стильно, экологично выглядит. В общем, классное оформление. Хорошие ароматы. Очень довольна своими приобретениями. Буду пользоваться с большим удовольствием. Тоже рекомендую. Присмотритесь. В этой линейке представлено сейчас, по-моему, уже 7 ароматов. Ранее было всего 5. И номер 1 у них был аромат Баккара Руш 540. Далее, под номером 2 Байреда Цыганская вода. Номер 3 идет вот Пинк Пеппер. Это розовая молекула. Номер 4 Плохая девочка Киллиан. И номер 5 это был аромат Флёр Наркотик Экснихил. В общем, вот так. Такая линейка. Классные ароматы. Обязательно к ним присмотритесь, кто любит. И, конечно, оформление тоже играет немаловажную роль. Но вот такой я, человек, люблю. Такие всякие милейшие детали. Ну что, вот такая у меня получилась новая коллекция. Из достаточно бюджетных ароматов. Тоже со скидкой 50%. Он мне обошелся 1200. 1200, а так вот он 2400. И надо смотреть тоже на разных интернет-площадках, какую сумму. Но я не могла себе отказать с такой большой скидкой приобрести данный аромат. Ну, собственно, вот теперь это точно все. Надеюсь, что я была полезна. Может быть, кого-то вдохновило тоже на приобретение данных ароматов. Обязательно потестируйте их. Посмотрите. Может быть, вы для себя откроете что-то новое. И они, возможно, вам тоже понравятся. На этом сегодня все. Всех целую, обнимаю и увидимся в следующих видео. Пока-пока.